ну что ж наступило утро 16 апреля сегодня день рождения Инги Ивановны моей жены сейчас я пойду к этому славному карьеру покрытому льдом и попытаюсь набрать в котел воды ну скипятить картошку безусловно хватит здесь стоит печечка газовая потихонечку разрушается газ чай я уже вскипятил это уже картошка в Леруа Мерлен продается отличный газ вот такие баллоны всего по 56 рублей вчера на заправке ПТК куплен бензин 10 литров для бензопилы и генератора в торговом доме Вимас куплены трехметровые доски для сидушек на биваке прямо на трассе купил мешок 20 килограмм картошки и 5 килограмм лука отличный не солнечный не пасмурный не холодный не теплый день градуса 15 температура просто самое самое то на загляденье чтобы прогуляться по лесу поискать место для может быть основного бивака вот так сейчас выглядит грунтовка от малуксы вдоль карьера в сторону бывшей горы Пушечная я сейчас пройдусь по ней чтобы оценить возможность проезда Ганса здесь нас держит ледок до поры до времени а вот впереди яма яма такая во всю дорогу слева и справа мне придется и обходить по бугру с правой стороны какова ее глубина очевидно не очень большая лучше здесь каковушки спокойно проходили вчера волга здесь прошла практически на моих глазах а Ганс сейчас тяжелый приземисты 2006 2007 годах мы стояли вот прямо на этом месте в центре кадра как тут можно стоять спросите вы очень просто здесь был высокий берег и уступ на нем горизонтальный там и ставили лагерь машина 2006 2007 годах а в 2009 карьеристы срыли его на песок видите островок в центре кадра так вот чуть чуть правее его берег невысокий это все что осталось от бывшей горы Пушечная высотой в 70 метров ее тоже срыли карьером гору неоднократно пытались штурмовать начиная с сентября октября 41 года а взяли ее бойцы 1246 стрелкового полка 374 стрелковой дивизии только лишь 19 марта 43 года вот так бились рубились больше полутора лет вот я подхожу ко второму идеальному месту подъезд на машине к нему есть место равнёхонько для установки палаток площади море кем-то уже построен бивак он не разрушен есть даже дрова но дрова свежая вчера здесь стояла машина стоят столы положены лаги для тента сделаны лавки есть доски те доски которые купил будут отличным дополнением сюда защищает от ветра вот этот бугор и лес дрова дрова здесь наверно есть если нет будем таскать с того места которое нашел первым второй вариант здесь еще один бивачок тоже есть подъезд к нему на машине тоже устроен стол лавки но похуже полегче так сказать даже висит лежит вернее на лагах тент натянут полиэтилен от ветра здесь конечно вот задувает особенно сейчас сейчас задувает довольно сильно перенесены лавки с места поворота дороги от борта карьера в лес на ладу вот они перенесены сюда я подумал что их сожгли они вот ну и задувание ветра вы слышите по шуршанию тента так что вот еще одно местечко есть вот квадрата под палатки эти один третья палатка вот здесь и опять же обеспечены романтические закаты и посиделки в обозрении заходящего солнца надеюсь мы и за этим сюда едем а теперь я двинулся на наш старый лагерь 2015-2017 годов ну вот и наш лагерь до него 70 метров кто-то недавно свалил свеженькую сосну располосовал ее и утащил стол узнаете други мои узнаете сердчишко ёкнула а ёкнула вот место где мы хорошо прожили целых три поисковых полевых сезона конечно бардак тут кем-то оставлен но это уже вопрос не к нам людишки неисправимы только бы насрать доски бивака конечно скоммунижены или сожжены хрен их знает постреляли из карабинчиков а также из винтовочки мощно да неплохими патронами да братцы скажу я вам зрелище грустноватое кто-то вот этой спецодежда с калентой окружил весь лагерь понимаешь восток сервис спецодежда сделаю кадр еще и отсюда мы частенько с этой точки или примерно с нее снимали наш лагерь сейчас подойдем к умывальничку он сохранился лучше всего включая зеркало зеркало видимо всем нравится поглядимся в него и мы привет сниматель здарова бойцы как вы здесь снова приехали здарова ребята вот так вот приезжаешь сюда раз в год а парни тут уже 75 лет лежат погибли ровно 75 лет назад 22 23 24 и 25 марта 1943 года всех мы конечно не подняли не подняли не подняли примерно человек от 150 до 200 но я так предполагаю может меньше может даже больше предположительно 380 погибло 157 мы вынесли сколько то конечно вынесли и похоронщики войну из тех мест куда смогли доползти и откуда смогли утащить наших бойцов а непосредственно переднего края да вот хотя бы здесь в подножии сопки а как ты их тут утащишь все на виду вон слева пулеметчики немецкие слева немецкая оборона ну как ты утащишь да никак только лишь ползком видя что лежит боец можно ночью подползти снять с него красноармейскую книжку награду или медальон если они были и все и ползти обратно извачкавшись в снегу в воде в жиже болотной не так все просто как нам кажется вот на этой обозримой площади которая попадает в поле кадра мы подняли около 55 солдат я так думаю что еще человек 30 здесь осталось трясина трясина их поглотила а теперь по этой трясине и по этому полю бою ездят покатушники и вездеходчики на каракатах на шерпах на квадроциклах испытывают себя и свои машины прям по бойцам прям по ним следы проложены ну что братушки узнаете крутые местечки сотни раз схожи на а смотрите кто-то раскоп сделал в воронке не подойти ли мне туда-то не посмотреть ли что ж там раскопали в этой ямище вот уж не маялась людям ну что хвостяру накопали центре кадра так как вот больше на поверхности ничего и не вижу только в тени деревьев которые отбрасываются солнечный день на север остался снег так же как на болоте видите а так то в общем то снега нет сухо чисто но сейчас мы это пятно пройдем выйдем на кусок который под солнцем под ветром обвивается там чистенько будет вот пожалуйста чистенько и волосы дальше этого кусочка тоже чисто без снега серега а сейчас я покажу всем ну и тебе тоже и буду забираться на высоту который ты отважно штурмовал 17 апреля 2016 года ровно два года назад знаешь как ты штурмовал но я уже сказал а отважно б быстро и в знаешь как с криком ура серега вот на эту высоту метров 10 11 наверно по вертикали ну что вперед а вот то место с которого я снимал сюжет фильме войны забытой страницы это тот самый участок по которому серега поднимался вверх с миноискателем изображая винтовку добравшись сюда он сказал нет взять эту высоту наверно невозможно я с ним полностью согласен вот этот залив болото мы обходим его по южной стороне здесь шерп накатал целую улицу раскатал понимаешь крокотушник горгашьянцы лично давший слово что нет ни в коем случае никто из участников соревнований покатушников всероссийских соревнований на болото гладкое на поле боя не выйдет ага конечно придя сюда в семнадцатом году первое что мы увидели на болоте гладкое это именно следы самого шерпа то есть следы самого горгашьянца не держит слово чувак не держит да вот что еще должен прежде не применивший сказать организм на удивление на радость так сказать владельцу отрабатывает сейчас так просто любо дорого то есть практически нет одышки на горочку сбегаю ну конечно же есть небольшой такой эффект ну все-таки не мальчик до после зимы до сбежать ну конечно немножко так это дыхание учащается да без сомнения но в прошлом так году любые 50 шагов вызывали что необходимость вот так встать и отдышаться не только мне а и серёге а два года назад и диме будину и сашке пирожкову вот так стояли стояли глядели друг на друга вот так и задыхались а уж на болото выйти вот туда уж на болото выйти это вообще 30 метров и словно вот в этих местах вот словно обручем обручем стягивала вот так вот вот так вот да не хватало элементарно воздуха просто не хватало воздуха сейчас организм подчеркиваю отрабатывает ну конечно же не как молодой но как молодой и красивый выносливый так словно целое лето за спиной за плечами так сказать лесной жизни трудов праведных хорошего питания имеется ввиду не мясного овощи и фрукты чистый воздух чистая вода хорошие люди рядом так словно вот это все уже месяца три длится так я ведь только приехал вчера а сегодня первый выход в лес что означает эти слова эти слова означают радость организм поет и дышит всей грудью чего и вам всем того же желает желает побыстрее прибыть сюда побыстрее отряхнуться от городских сует зарядиться воздухом металлами запахами восстающей возрождающейся просыпающейся природой напитаться от нее набраться солнца ну вот опять кто то сообщение посылает набраться солнца света позитива и здоровья которое нам безусловно вне всякого сомнения в городе возвратившись через 25 дней не помешает если быть точным очень пригодится потому что лично для меня подобного рода заряд действует заряд здоровья действует примерно ну полгода точно если еще летом немножко подзарядиться то есть поработать поучаствовать походить подышать поплавать на природе то хватает на целый год до следующей весны интенсивной бодрой активной жизни работы вот так мы за бойцами а так бойцы за нас и природа за нас я возвращаюсь обратно к машине и иду уже мимо нашего лагеря через немецкие позиции это они именно вот эта тропка и эти окопы были показаны в фильме войны забытые страницы да вот он этот передний край смотревший на противостоявшую нашу оборону вот там правее по склону сопки там наши окопы и попробуем залезть в точку номер один а вот это еще не совсем оттаявшей дороги давай давай ганс давай мальчик штурмуем там у нас одна ямка есть такая я ее сегодня палочкой промерил прощупал вроде дно плотное вот мы подъезжаем к ней сейчас я буду с правой стороны обходить вот тут вот вот забровочку цепляясь вот так вот раз 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 вот так тихонечко оп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп я тут проходил конечно как бы как в чачи но ничего так потерпимо вот сейчас мы тут налево уйдем вот так вот тут будем цепляться тоже ледок но на второй скорость идем тихонечко спокойненько деловито так вот и тут и тут проскочим а сейчас тихонечко по льду будем сползать вышли на оперативный простор дальше должно быть полегче дальше совсем там было не сложно сегодня вся эта дорожка ножками пройдена вот все сложные участки мы прошли все теперь сухо будет простая тралюк опаньки опачки почти все сумме сухие участки вернее мокрые давай давай ганс давая вот так тихонечко того вот так вот так ой молодец все забираемся забираемся наверно а там совсем рядышком лагерь идеальное место просто идеально рядом с поворотом дороги на лодку дальше проезжаем это не он не этот поворот он дальше все вот мы приехали к повороту сейчас будем забираться так по моему вот сюда я глянем вон так сюда нам направо сейчас пойду освежу в памяти освежу памяти как заезжать еще глянем красота какая ребята сегодня будет солнечный закат романтики полные штаны я его захвачу потому что сейчас только начало седьмого так снимаем с ручничка первая передача пошли тихонечко ровненько куча рябенько нас правда вписывается так это миллиметрово но вписывается сейчас раз потом развернусь вот отсюда будем разворачиваться так сейчас передачу назад так стул есть здесь есть проем вижу все достаточно достаточно я приехал а теперь покажу как это место выглядит после въезда ганса и меня сюда наш лагерь выглядит вот так теперь обернусь назад покажу сам карьер эти 50 метров 50 метров до воды всего-навсего вниз так чирик все бивачное я привез с собой это несколько напряжно имею ввиду что тяжеловато ганса напряжно в этом смысле еще один такой небольшой момент ведь это все громадье я должен как-то погрузить в машину на глазах у огромного количества людей в городе климовске и никуда не деться вокруг снующие занятые деловые люди и тут я со своими котомками ведрами рюкзаками сумками щупами топорами наискателями ну ты нын ты нын ты нын ты нын а жрату и сколько загружена здесь мама не горюй конфетка называется лимончики незаменимый атрибут нашего бытия в магазинах мы всегда покупаем лимончики еще есть конфетки такие же карамельки мечта будем ставить палатку надо еще суметь достать самом заду а дверь не открывается задняя ну теперь поставим палатку а а ну ну а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok